Я встретил на парасольке еще интересных ребят, которые из Полтавы выиграли грин-карту, но Америка их не пускала. Это кто? Благодаря Трампу закрыли грин-карту? Да, прокламацию. Прокламацию. Но вы все пробивались. Оксана, Даша и Костя. Вы прибыли две недели назад из Полтавы. Из Полтавы, в районах. По грин-карте? Да. Скажите, как вы боролись за свою грин-карту? Что приходилось делать? Мы участвовали сюда. Ну, ждали пока после Нового года вступили в ВИСК, участвовали в судах. Но поскольку кейс был проходимый, ну как бы 8К, мы прошли собеседование в сентябре, хотя должны были еще в феврале пройти собеседование. Ну, участвовали в судах. Конечно, было сложно, очень сложно. Очень переживаний было много, они хотели выносить решение. А всем ли вернули возможность эмигрировать по грин-карте? Нет, 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 нет. Очень много, многие победители в ВИСК-2021 не смогли въехать. Не смогли. Даже были проходимые такие баллы у них, кейсы, но они не смогли въехать. Обидно. На сегодняшний момент, вот сейчас 2021 год, и вы являетесь редкостью. Я привык встречаться с ребятами, которые через бордер прошли. Все свои мосты спалили, прибыли в Америку и развиваются здесь без документов, без ничего. А у вас все есть, и паспорт есть, и вам не давали права. И не дали, и еще не дали. Вы приехали в ДМВ, и ваши паспорта горят красным светом, вас хотят забрать. Они не могут просто понять, что это за штампы стоят с паспорта, как это вообще все возможно, и что мы вообще там делаем. Это новая форума. Это новая форума. Визы просроченные. А вам дали грин-карту на то время, которое должно было быть изначально? Мы хотели въехать в США до 26 сентября. А мы приехали сдавать на права, муж приехал 7 октября. И они в шоке. Они думают, что у нас визы до 26 сентября, а мы можем въехать. А еще год после въезда действует виза. Ну, вернее, ринкарта получается пожизненная. Но год действует именно штамп в паспорте. А это новая форма Ай-94, поэтому мы узнали только из интернета. То есть люди сами этого не знают. И как вы сейчас будете добиваться ваших прав? Ну, как сейчас будете добиваться? А мы уже все. Ну, мы как бы аппликашн уже назначили. Теперь нам должны с DMV призвонить. Потом назначить, ну, сказать, что муж может идти сдавать тесты. А потом только мы пойдем. Ну, в общем, так вот. В понедельник. Ну, так. Ну, мы будем звонить сами в DMV. Скажите, почему Сакраменто не Нью-Йорк, не какой-то крутой модный город? Потому что, насколько мы знали, насколько поняли, город красивый. Спокойный. Много наших людей, которые там смогут помочь, объяснить, все рассказать. А скажите, что здесь все? Вообще, много помощи здесь мы получили. Особенно благодарны Алинка. Есть такая администрация. Она нам сбросила номер апартмента, где мы сняли уже. Вы уже сняли, да? Уже сняли 2B. А где вы жили до этого? А сейчас мы живем. Нас приютил Паша Черных. 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 Правильно, извините. Да, Черных. И жена его Роза. Мы очень благодарны. Это легендарный еще человек. У меня есть с ним видосик. Как он вообще? Зачем он это все делает? Парень, который 3 года назад... А вот, вот он. Вот он, Герой. Паша. Когда он нас приютил, да. А как он? Сколько он с вас вытрахает денег? Он бесплатно. Бесплатно. Обстанно. Вы у него в прицепчике живете? Нет, мы живем в доме. Вау, так у него там такой огромный дом? Да, огромный дом. А вы в бане у него были? Был муж. Баня шикарная. Шикарнейшая баня, да. Я тот человек, который вообще не... Роза, правда, что они у вас жили, и вы с них требовали 1000 долларов в день? Нет, никак. Нет, нет, нет. Нет, это неправда. Я провокация. Правда, правда. Нет, нет, нет. Смотри, тебе... Ни слова не скажи. Нет, нет, нет. Тебя не надоели эти все иммигранты, Роза? Меня снимаешь? Да. Но сколько ты терпишь? Через вас прошли, наверное, сотни семей. Как вы это терпите? Нет, не сотни. Но терпим. Любим. Любим? Это самое главное слово. Да. Мы недолго еще Розочка у меня. Но вы уже нашли дом, да? Ани на... Это не то, что надо долго. Апартнеры? Апартнеры, да, у нас 15-го. Сейчас сложности вы нашли все. Очень сложно. А как вы нашли? И тоже благодаря Паше, что... Сладкое. О, я люблю сладкое. Что Паша взял мужа на работу. Кто-то работает, старбать и нам передать. Спасибо. Вот это класс. Спасибо. Пахнет прям. Спасибо, Роз. Все. Что вы можете посоветовать ребятам, которые вообще рвутся в Америку? Стоит ли или не стоит? Вот за две недели вы еще не все поняли, но еще... Саня, я немножко ближе, как семья, чтобы вас было видно. Что вы можете сказать? Не, стоит, конечно. Стоит, потому что, ну как, в нашей стране нет будущего для наших детей. Мы это поняли, ну, однозначно. А с новым президентом Европы? Не, ссори, ссори, ноу. Не? Я это уже поняла. Я плекала надежды на него, но сори. Вы стала уже американкой, уже прям вы говорите на английском. Да. Ссори. Да. Даша, что ты за две недели понял? Пока поняла, ну, здесь, если вот постараться найти все-таки работу и вложить в это какие-то силы образования и набраться еще больше ума, то можно реально очень хорошо жить. Быть защищенной в этой стране. Абсолютно. Особенно тебе. Ты в молодом возрасте приехал, ты можешь закончить любой университет? Да. И работать на любой работе, которую ты захочешь. Я надеюсь. И не переживай за свой там иммигрантский статус, что ты приехала поздно в Америку. Наоборот, люди, которые... И еще не очень приятно. Люди, которые иммигранты, первое поколение, у вас есть жилка. Вы знаете, как выживать, вы знаете, как проходить сложности. Вот эти все суды, вот эти все паспорта, которые вам хотели забрать. Вы знаете, как выжить и продвинуться вперед. Поэтому вот на тебя надежда большая. Родители, будешь... Купишь им вилу на Сан-Диего, на Океане, благодаря твоим профессорам. Константин, пожелайте всем пожелания. Что я хочу пожелать? Всем всего самого наилучшего. Главное здоровья. И верить, что все будет хорошо. Великолепно. Друзья, это были ребята из Полтавы. А вы давний иммигрант. Что вы хотите сказать иммигрантам? Ничего. Просто очень нравится, когда новенькие люди приезжают. Такая... Все очень счастливые. А как давно вы здесь? И откуда? Шесть лет. Тоже недавно, более-менее давний. Ну, уже нормально. Шесть лет? Откуда вы приехали? Приднестровье. Приднестровье. Это почти Молдова, почти Украина? Почти, да. Добро пожаловать. Спасибо. Все, guys, добро пожаловать. Будьте самим собой. Если это ваша страна, добро пожаловать домой. Если нет, будьте людьми там, где вы есть. Пока. Глядя, я никак не могу закончить видео. Закончим. А на всем условия, бывает и здоровье. Спасибо всем, кто был с нами. Возвращайтесь. Каждую субботу. Пять вечера. Можно раньше, можно позже. Как ему удобно. Ждем. Будем рады видеть. Красава. Это была парасолька. И все ребята отсюда. Всем пока. Девят, пленка не кончилась? Нет. Хочешь что-то сказать? Да что говоришь? Все нормально. Все хорошо. Все-таки, парни, вы такие выдохшие. Вы столько вложились в эту парасольку. У тебя силы есть еще остались? Конечно, можете в теннис играть. Кстати, Паша ярый теннисист. Любитель. Кстати, у тебя классная баня. Вот если мы хотим отпраздновать день рождения, что такое, можно тебе написать? О, кстати, вот. Хотел сделать рекламу, что зима начинается. Если ты можешь оставить мой телефон под низом, то за информацией сколько стоит, то... Все знают, что ты Паша, и ты помогаешь людям. Тебе не по бане будут звонить, а звонить за помощью. По помощи, без проблем, а баня отдельно звонит. Баня – это коммерческая. Если вы иммигрант, то вам может быть подружка, под знакомство. Среди нам приходят новые иммигранты. А если вы какой-то местный житель, хотите день рождения отпраздновать, это уже коммерческое дело. Паша открыл бизнес, и мы его поддержим. Любительский хобби. Все. Я уже сколько пытался закончить видео, а никак не могу закончить. Сколько уже людей там прощались, Паша? Какое-то пожелание в конце, и мы вырубаемся. Ну, я не знаю. Любите Бога, любите людей. Тадисонный такой. Виталий. Не болейте короной. Не болейте короной, приходите на баню. Идите вы все в баню. Все, пока. Виталий.